Официальные партнеры программы «Новости дня». Торговая группа «Абсолют». Меховая фабрика «Шубовик». В прямом эфире ТВ-кома «Новости дня» в студии Юлия Термякова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко расскажу о главных событиях, которые произошли в республике и ее столице. Самое дорогое, чтобы было в котельной. Сад сгнил, а котельная утонула. Участок затопило грунтовыми водами. Могут ли помочь владельцу дома власти Иволгинского района? В центре Улан-Удэ сбили мать с двухлетним ребенком. О состоянии пострадавших расскажем через несколько минут. Практический этап отрабатывался на Улан-Удэцком локомотив-вагонно-ремонтном заводе на станции приема-раздачи сжиженного газа. Условная авария на газораспределительной станции ЛВРЗ. Учения провели сотрудники ГОИЧС. Сад сгнил, а котельная утонула. В Иволгинском районе очередной участок затопило грунтовыми водами. По словам владельца, он не может дождаться помощи от местных властей. Так ли это на самом деле и как действовать в такой ситуации, выяснял Андрей Слепнев. Дамдин Тарбаев сетует на то, что грунтовые воды на его участке поднялись до такой степени, что жить в доме стало просто невыносимо. Из-за подтопления испорчен урожай, и это еще далеко не все. Тут у меня еще и яблони были дикие, они все изгнились внутри. И все, и ни ягода, ничего. Короче, все испорчилось. Котельная, да, тоже? И котельная. Самое главное, самое дорогое, чтобы было в котельную. У нее уже как бы утеплитель есть же. Вот она все испортилась. Только ремонт или как, или новую это покупать. Подтопление участков ДНТ Аюрплюс началось еще летом. Вода поднималась по нескольку сантиметров каждый день. Тогда-то Дамдин и забил тревогу. Мужчина обратился в администрацию Иволгинского района. После этого только они начали только шевелиться. Начали, там, выкопали там эту конглаванду. А оттуда, ну, как бы нам сказали, что там станции поставят, чтобы выкачивать воду. А в итоге там ничего не производилось, никаких работ. Просто потом пожарник приехал с той стороны, выкачивал, выкачивал и уехал. И все. А проблема осталась. Вот так. С вопросом, как быть жителем ДНТ в сложившейся ситуации и откуда ждать помощи, мы обратились в администрацию Иволгинского района. На сегодняшний день, да, ДНТ Аюрплюс три заявления только поданы. Хотя было озвучено везде, чтобы они писали заявление на компенсационные выплаты. Также заместитель главы администрации Иволгинского района по развитию инфраструктуры посоветовал жителям ДНТ Аюрплюс как можно быстрее написать заявление на денежные комиссионные выплаты. Что в свою очередь должно значительно помочь в решении сложившейся ситуации. Андрей Слепнев, Алексей Ромашов. Новости дня. Опасные пешеходные переходы. Глядеть в оба нужно и среди бела дня. Сегодня в центре города почти в одно и то же время на зебре были сбиты несколько человек. В одной аварии пострадал двухлетний ребенок. Подробности происшествий смотрите в рубрике «Горячая линия ТВКОМ». Сегодня днем на остановке «Мемориал Победы» прямо на пешеходном переходе 22-летняя девушка на автомобиле «Хонда» сбила женщину с двухлетним ребенком. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. По предварительным данным водитель следовала на запрещающий сигнал светофора. К счастью, ребенку госпитализация не потребовалась. На момент осмотра состояние ребенка не потребовало госпитализации. Ребенок отпущен домой на амбулаторное наблюдение. К сожалению, этот случай был не единственным. Еще одного человека сегодня днем сбили на пешеходном переходе. ДТП произошло на остановке «Советская». Автомобиль «Тойота Корова» разворачивался на пешеходном переходе. Оказывают первую помощь, видимо. Женщина была доставлена в медицинское учреждение для осмотра. Госавтоинспекция обращается к водителям с призывом быть внимательными за рулем транспортных средств, соблюдать правила дорожного движения и снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта. Движемся далее. Сегодня днем произошло тройное ДТП. Дорогу не поделили Митсубиши и два Ниссана. Чудом обошлось без пострадавших. Все обстоятельства случившегося выясняются. Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в микрорайоне Солдатский. По словам аварийных комиссаров, водитель грузовика не рассчитал скорость и радиус при повороте. В результате чего незакрепленный груз выпал на встречную полосу. И на него налетел водитель автомобиля «Инфинити». Удар был такой силы, что кроссовер откинул ограждение. Пострадавших нет. Екатерина Листратова, Жаргал Триндашиев. Новости дня. Звуки сирен и эвакуация. Очередные тренировочные учения провели сегодня в нашем городе сотрудники управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Все подробности далее. По легенде, аварийная ситуация произошла на газораспределительной станции ЛВРЗ. Существовала угроза взрыва. И под эвакуацию попали не только объекты жилого массива в районе крупного гипермаркета. Практический этап отрабатывался на Лолденском локомотиво-вагонно-ремотном заводе. На станции приема раздачи сжиженного газа. Ключения были привлечены силы пожарной команды ЛВРЗ. А также нештатное формирование по гражданской обороне сотрудников из числа работников ЛВРЗ. Для ликвидации условного пожара были задействованы силы Лолденского гарнизона пожарной охраны, а также газоспасатели. 121 человек личного состава, более 10 единиц техники. И это только в Лолденде. Такие же тренировки по линии гражданской обороны прошли сегодня по всей стране. На ряде предприятий проведены инструкторские методические занятия по порядку проведения готовных защитных сооружений гражданской обороны, пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, санитарно-обновочных пунктов и других объектов гражданской обороны. Учения проходят в два этапа. Горожане сегодня слышали громкие звуки сирен с самого утра. Это шла проверка систем оповещения. Эти учения проходят с одной целью – совершенствовать навыки личного состава сил гражданской обороны и улучшить способы защиты населения. Степан Столбовский, Мария Латашева, Никита Гануленко. Новости дня. Сегодня в аэропорту Байкал задержали вылеты. Рейсы до Москвы пришлось отложить до 11 часов утра из-за погодных условий. Густой туман окутал город. В итоге московский рейс, который должен был вылететь в 7.30, задержался на 2,5 часа. Ну а тем временем в международном аэропорту Байкал началась реконструкция аэровокзального комплекса. Зал вылета готовят к ремонту. Это делается для комфорта пассажиров. Мы планируем провести ремонт первого этажа зала вылета, второго этажа зала ожидания, перенести бизнес-зал на первый этаж и обустроить цех бортового питания, который расположен у нас в аэровокзале, в цокольном этаже. Дополнительно мы приняли решение о том, что мозаичное панно, которое у нас расположено в зале ожидания на втором этаже, будет убрано, реконструировано и перенесено на другое место. Этим будут заниматься специалисты, профессионалы. Директор аэропорта извинился перед пассажирами за временные неудобства, связанные с ремонтом. Планируется завершить реконструкцию залов аэровокзала в начале следующего года. Социальный статус учителя за последние 10 лет понизился. Так считают горожане согласно соцопросу. Какие цифры еще приводит статистика, посмотрим в следующем материале. Женщины в УАН-УД чаще мужчин убеждены в престижности профессии учителя. 50% против 28%. Мужчины же чаще отмечали понижение социального статуса преподавателей. 56% и 44% соответственно. 19% говорит, что положение учителя в обществе за десятилетия повысилось. 14% отметили, что ничего не изменилось. 41% жителей города говорили о том, что он в первую очередь должен быть профессионалом и прекрасно знать свой предмет. 18% что учитель должен быть терпеливым. 15% сочли одним из главных качеств – любовь к детям. 7% стрессоустойчивость. Для 10% у ануденцев важно, чтобы учитель был ответственным. Для 9% – порядочным. Далее небольшой перерыв. Не переключайтесь. Скоро вернемся. Сверху была каска. Каску подняли, а там в руке у него пистолет. Передвижная выставка российского географического общества. Успевайте прикоснуться к истории. Брали в плен условных боевиков. Впервые в учениях Селенга вместе с военнослужащими участвует полиция. Для самых любимых в Абсолюте. Набор конфет Аленка со скидкой 36% всего за 159,89. С заботой ваш Абсолют. Невероятно! Послушай! Завалялась старая шуба, дубленка, кожаная куртка? Приноси и получи 15 тысяч рублей при покупке новой. В ассортименте Мутон. Нутрия Норка. Букле Астроган. Только с 6 по 17 октября в КСК. Ровные как гладь океана. Притягивающий взор, как женская красота. Расширяющий пространство до размеров Вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Как создать в вашем доме еще один уютный уголок? Точно знает завод пластиковых окон компания Ялан Групп. Масса комфортных вариантов остекления ваших балконов. Теплое остекление, холодное остекление из алюминия. И наиболее популярное сейчас герметичное остекление. С такой установкой вашему балкону не страшна любая непогода. Сейчас по цене обычного остекления. Ялан Групп. Быстрый замер по телефону 37 17 71. Прикоснуться к уникальным историческим экспонатам военных лет. Российское географическое общество организовало передвижную выставку, которая сегодня открылась в физкультурно-спортивном комплексе. В ФСК расположилась передвижная выставка, посвященная истории создания русского географического общества. Здесь есть масса всего интересного, начиная от экспонатов поднятых затонувших военных кораблей и тех, что нашли на полях минувших сражений. Экспонат нашего музея, похожий на пистолет ТТ. 7 лет назад мы работали в деревне Горки. Ширина линии фронта там была всего 80 метров. То есть наши друг друга в лицо видели с немцами. И нашли лейтенанта, который лежал перед окопом. И сверху была каска. Каску подняли, а там в руке у него пистолет. Когда его разобрали, то посмотрели, патрон уткнулся, поэтому он не смог застрелить немца. И немец в него попал, видать. Тому, кто интересуется космической тематикой, будет интересно взглянуть на экспонаты, подготовленные к 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. Меня очень удивило на этой выставке то, что Юрий Гагарин, первый человек, который побыл в космосе, был в таких ужасных условиях в ракете. Меня поразило то, как он тренировался, чтобы поместиться в такое кресло. Потому что надо сидеть в определенной позе. И это неудобно достаточно с виду. В Москве даже существует студия военных художников, которые пишут вот такие картины. Кстати, рядом с ними еще одна художественная часть выставки. Здесь представлены фотографии жен знаменитых военнокомандующих. Министерство обороны на сайте инициировало проект «Роль женщин в Великой Отечественной войне, супруги военно-начальников». Здесь показаны они в быту, они сопровождали на протяжении всей жизни, походной, трудной жизни. И в частности, хочу акцентировать на Рокоссовском, которого называли «кяхтинский зять». Он в Кяхте познакомился с урожденной Барминой. Это была внучка кяхтинского купца из купеческого сословия Юлия Петровна. И они поженились, и вот была счастливая полная жизнь у них. Российскому географическому обществу исполняется 176 лет. Можно сказать, что именно к этой дате и приурочена выставка. К сожалению, сегодня в школе нет ни географии, должного объема, ни истории, ни краеведения. И сегодня вот эта выставка как раз заполняет огромную пропасть в воспитании нашего молодого человека. Сегодня мы говорим о том, что у нас есть цирконы, у нас есть космические аппараты, которые охраняют нашу страну. Но в этих аппаратах должны быть люди, которые любят Родину, имеют патриотическое воспитание. Если это люди бездушные, то там можно поставить робота, пусть он себе и стреляет. Вот сочетание патриотизма и, так скажем, нашей технической мощи позволяет создать то, что мы сегодня имеем. Выставка эта передвижная. Она стартовала в Москве и увидеть ее смогли уже в 15 городах России. И, конечно же, это делается все для того, чтобы мы любили нашу великую Россию, чтобы мы относились бережно к той истории, которая была до нас. И, конечно же, знали свою историю. В Улан-Удэ посмотреть экспонаты можно будет до 11 октября. Вход для всех желающих свободный. Далее передвижная выставка переместится в Читу. Юлия Пермякова, Сергей Медведев. Новости дня. В парке культуры и отдыха имени Жанаева этой осенью высадили около 600 саженцев. Осенние посадки проходят в рамках программы «Мой парк, мое дерево». Какие новые растения появились в излюбленном месте для отдыха горожан, расскажем в нашем следующем сюжете. Акция «Мой парк, мое дерево» продолжает набирать свои обороты. Сегодня в парке имени Жанаева высаживают 40 берез. По задумке, в скором времени на этом месте должна появиться целая березовая роща. Осенние посадки в парке имени Жанаева проходили в течение месяца. В высадке берез приняли участие сотрудники городской дирекции парков и авиалесоохраны. Наш парк, да, он один из самых, где мало зеленых насаждений. То есть из года в год мы будем садить, мы будем привлекать народ, мы будем привлекать местных жителей, чтобы приходили и в наших акциях участвовали. А так местные жители с охоты откликаются на акцию, приходят, участвуют? Местные жители прямо охотно, они даже звонят, спрашивают, приходят, интересуются, когда же начнем садить, когда, в каких числах, и на наше мероприятие приходят. Забайкальская база авиационно-охрана лесов каждый год по два раза осенью и весной устраивает акции по посадке деревьев в парке Жанаева. Мы лесники, любим природу и хотим, чтобы в городе была частичка леса, кусочек леса. И стараемся посадить здесь деревья. За время осенних посадок в парке культуры и отдыха имени Жанаева высадили порядка 600 саженцев. Это кусты березы, сосны, ели и вишни. Андрей Слепнев, Алексей Ромашов. Новости дня. Сегодня на одну детскую площадку в городе стало больше. В этот раз новое строение появилось в детском садике «Ладушки». Эту площадку ждали больше 40 лет. Вы готовы? Ну тогда на старт! Внимание! Марш! Современная, красивая и самое главное – безопасная. Такой спортивной площадки в детском садике «Ладушки» не было никогда. Еще вчера малышам и ребятам постарше приходилось играть и заниматься спортом в соседних дворах. Дети наши играли только на игровых площадках. За 45 лет это новая, современная наша первая спортивная площадка. Мы действительно очень рады. Занимаются дети уже здесь сейчас, пока тепло. Время позволяет. Ну и дополнительные услуги будут здесь проводиться уже в теплое время года с весны. В садике обучается почти 400 детей. И благодаря появлению этой современной спортивной площадки они смогут заниматься физкультурой на свежем воздухе хоть круглый год. Мы очень рады. Мы очень долго этого ждали. Теперь у ребят появилась возможность заниматься здесь спортом, гулять, играть, общаться с друг другом. Надеюсь, наши дети станут настоящими олимпийскими спортсменами. Площадку по достоинству оценили как детишки, так и их родители. А что тебе больше всего здесь нравится? Ну, играть на площадке с друзьями. А во что вы здесь будете играть? Ну, выигры всякие. Волейбол, футбол? Мы от родителей, от всего детского сада выражаем благодарность всем, кто принимал участие в устройстве и площадке. Хочется, чтобы наши дети занимались. Каждый нашел свое занятие по душе. Будь то футбол, баскетбол, волейбол, неважно. В общем, мы очень рады. Спасибо большое за данную возможность. Спортивную площадку удалось построить за месяц. Деньги на ее возведение выделил депутат Народного хурала. Спортивная площадка в детском саде номер 88 в Ладушке она построена в рамках исполнения наказов избирателей. По обращению заведующих детского сада будет мы, Сергеевой Пентаевой, она обратилась ко мне, что необходимо строить новую спортивную площадку. Я выделил средства и вот в сумме полутора миллионов рублей и вот ее в этом году построили. Сейчас мы ее запускаем в эксплуатацию. В ближайшее время в садике планируют открыть секции футбола, баскетбола и волейбола. Игтин Алистратова, Андрей Слепнев, Жаргал Цариндашиев. Новости дня. Наш земляк Евгений Жирбаев стал призером чемпионата мира по борьбе. Борец завоевал бронзовую медаль. В схватке за третье место он победил армянского борца Армана Андрейсяна. Напомню, что турнир проходит в столице Норвегии, в городе Осло. Как раз по дороге туда нашу сборную задержали из-за того, что на спортсменах не было медицинских масок. Жирбаеву 27 лет и он является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России. В медальном зачете сборная России сейчас занимает третье место, завоевав две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали. Пока лидирует в чемпионате команда Ирана. 10 октября подведут окончательные итоги. Международные учения Селинга в Монголии подходят к концу. Скоро военнослужащие Бурятии будут выдвигаться домой. О финальных днях наших бойцов на монгольском полигоне расскажем далее. Военная полиция Восточного военного округа и Монголии на учениях Селинга впервые. Будут отработаны совместные действия военнослужащих, военной полиции обоих стран по ликвидации условных незаконных бандформирований. По замыслу группа диверсантов при попытке прорыва к стратегически важным объектам подорвется на минах. А военнослужащие военной полиции должны блокировать и взять в плен оставшихся в живых условных боевиков. А подразделения артиллерии России и Монголии тем временем отрабатывают применение разведывательно-огневого контура. Массированным огнем артиллерии подавили силы отходящего противника. От российской стороны принимали участие подразделения артиллерии такие как реактивная артиллерийская батарея, гаубочно-самоходная артиллерийская батарея, минометная батарея. Результаты огневого поражения целей контролируются с помощью беспилотных летательных аппаратов. Они в режиме реального времени передают информацию для корректировки огня на командный пункт. В этом году учения Селенга направлены на борьбу с международным терроризмом и приурочены к столетнему юбилею установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. Мария Латышева, Антон Колесников. Новости дня. Монголия. Купить шубу с выгодой. Меховые изделия жителям Бурятии предлагает известная фабрика из Пятигорска «Шубовик». Почему стоит поторопиться и заглянуть на ярмарку? Расскажем далее. Заботятся об обновке на зиму сейчас те, кто умеет считать деньги и экономить. Норка, мутон, нутрия, велюр, буклей, астроган. На этот раз Пятигорская фабрика. Шубовик привезла в Улан-Удэ все разнообразие моделей и весь размерный ряд с 42 по 70. Мы являемся настоящим реальным производителем, поэтому фактически отсутствует посредник между покупателем и фабрикой. Именно поэтому у нас такие низкие цены. Горчичный и леопардовый. Шубу себе здесь найдет как дерзкая модница, так и приверженница классики. Но не только о женщинах позаботилась Пятигорская фабрика. Много верхней одежды для мужчин, осенние и зимние куртки. Свою модель здесь найдет самый взыскательный джентльмен. Шубовик дарит большой бонус. Если старая шуба уже не радует, приносите ее сюда и получайте хорошую скидку. На нашей ярмарке действует специальное предложение. Мы принимаем старые изделия, шубы, дубленки, кожаные куртки по 15 тысяч рублей при покупке новой. Меховая выставка от производителя – это возможность приобрести шубу высокого качества. Вся продукция от фабрики Шубовик имеет гарантию. Год и маркирована в соответствии с законом. Приобрести теплую обновку по низкой цене от фабрики Шубовик можно с 6 по 17 октября в культурно-спортивном комплексе по адресу Проспект Строителей, 72. Оставайтесь на ТВ-коме. В 21.00 покажем новый выпуск программы «Буддийская среда». Он посвящен 210-летию Агинского дацана, который является центром буддизма в Забайкальском крае. Об истории храма расскажем в 21.00. Ну что ж, таким был этот выпуск. Я еще раз напомню его главные темы. Сад сгнил, а котельная утонула. В Волгинском районе участок затопило грунтовыми водами. Сегодня в Улан-Удэ произошло сразу несколько аварий на пешеходных переходах. В одной из них пострадал двухлетний ребенок. Передвижная выставка Российского географического общества. Успевайте прикоснуться к истории до 11 октября. Ход свободный. На этом выпуск завершен. Наши новости вы также можете найти в социальных сетях Instagram, Telegram и Facebook. В студии работала Юлия Пермякова. Я желаю вам всего доброго. До встречи. Для самых любимых в Абсолюте набор конфет Бабаевский со скидкой 38% всего за 249,89. С заботой ваш Абсолют. Невероятно! Послушай! Завалялась старая шуба, дубленка, кожаная куртка? Приноси и получи 15 тысяч рублей при покупке новой. В ассортименте Мутон, Нутрия, Норка, Букле, Астроган. Только с 6 по 17 октября в КСК. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok